Мы поможем телом. Народная партия ОЛГА. mpdvk.kz Я лазняк Василий Васильевич, 1958 года рождения. Проживаю в городе Рудно-Постанайской области. Я хочу обратиться к участникам саммита, который будет проходить 1 декабря в городе Астана. Дело в том, что я с 1982 года являюсь инвалидом третьей группы по трудовому вечеру. С 1 декабря 1999 года мне вообще ничего не выплачивают. В течение 10 лет я обращался и в прокуратуру Республики Казахстан, и в администрацию президента Республики Казахстан, и к самому президенту Республики Казахстан. Одни раз видеокассета в 2004 году дошла до президента. Тогда были сняты как в Читатской области и судебные исполнители, и судьи, так как они не хотели проплачивать мне долги даже в предприятие, на котором я взорвался. Теперь уже 6 лет подряд я с тем же вопросом бьюсь, чтобы мне платили ежемесячно возмещение ущерба. У меня группа пожизненная, трудовую ввече, и акты есть о несчастном случае, и все законы на моей стороне, но никаких сдвигов нет. Я опять же неоднократно обращался напрямую к президенту, но почему-то письма мои к Назарбаеву не доходят. Их администрация переправляет в Кустанайскую область, Кустанайскую область на Рудный, а взорвался я в Акмолинской области, город Слепногорск, 3-е рудоуправление. И как же наши прокуроры могут разобраться тут на месте, если это данное предприятие не находится даже в их области. Выход! Выход здесь! Выход здесь! Выход здесь! Выход здесь! Выход здесь! Выход здесь! В заключении своего выступления я хочу обратить внимание, чтобы ОБСЕ все-таки обратило внимание на то, что происходит сейчас в Казахстане. Потому что вот эта правящая партия, она все душит на изначальном этапе всех нормальных движений, которые действительно борются за порядок, за права человека, все это душится, гасится. Почему вот, допустим, президент Назарбаев, видя такое дело, он ушел во внешнюю политику, слишком далеко углубился, а внутренней политикой не занимался. Неужели нельзя было наместников своих поставить, чтобы действительно смотрели за порядком? Я думаю, тогда не было бы никаких проблем. Если бы, когда закон соблюдается в стране, никогда никакие политические партии и движения не пойдут против президента. Но если президент бросил нас, помогает Афганистанам, миллионные средства перечисляя туда, а свой народ бедствует. Вот объясните ему, пожалуйста, как же это у него так получается. Прокуратура, налоговая, они все работают на себя. Суды тоже, адвокаты тоже. Непонятно, что творится. У нас, по-моему, есть закон. Он утвержден правительством, утвержден парламентом. Почему не соблюдаются эти законы? Вот я хотел бы сам этот вопрос задать Нурсултану Абишевичу. До каких пор будет это все продолжаться? Когда мы действительно будем жить в демократическом обществе?